Если так кратко, как пришел Бог, как Бог пришел ко мне, так мне больше нравится. Через корни. 28 лет меня увезли на реабилитацию в Бородино, с Красноярска. И чтобы было немного понятно, какое было мое состояние внешнее и внутреннее. Внешнее, я сам по себе устроен. Тогда было в два раза меньше веса. 1 час 70, 5 килограмм 40, 35 килограмм. И последние месяцы внутри было такое, что я умираю, и я с этим согласен. Что жизни другое нет, что это тупик, что все, кто был мне дорог, я тех предал и отвернулся от них. Что внутри меня живет непонятно кто. Я предал сам себя. Внутри меня был человек, который просто был беспринципным, бессовестным. И я ненавидел себя. Просто не хотел жить. Где-то пытался, пытались, пытался прийти к суициду. Были попытки выброситься с окна и повешаться. Ну, как-то вот. И так лукавый вел. И чтобы было все, чтобы уже за короткий срок, еще бы, наверное, ну, неделю, и все. И меня бы не стало в живых. Просто я бы умер бы от наркотиков. Или уже от такого состояния, вот такого измождения внутреннего. Потому что не ел уже последние месяца, не пил и просто все, умирал. Но слава Богу за нашего Бога. Аминь. За Иисуса Христа. В 2014 году один из пастырей, так получилось, познакомились с моей мамой. Мама работала на то время в силовых структурах, в ПМС, вибиральной медитационной службе. Один из пастырей, пастырей, потерял паспорт, пришел к ней и, как есть, рассказал человеку в погонах, не стыдясь, не смущаясь, смело. Я был в проблеме. Он почувствовал, и Бог дал ему чувствование, что у нее в семье проблемы, что ее сын уже не один год, даже десяток лет, что ее сын в проблеме. И уже пришел в пик. Знаете, полнота времени, да? И он открылся моей матери. Он сказал, что я сам был такой. Если вам нужна помощь, он оставил свои координаты и резервку. Уже никто мне не поможет. Но на самом деле я внутри сам с собой согласился, что ну все уже. Уже отмучиться, и чтобы созависимые вокруг меня, мои родители, близкие для меня люди, тоже отмучились, переплакали, как говорится, один раз. И все. Но у Бога был другой план. Да, слава Богу. И просто за короткое время, наверное, неделя, неделя, они взяли меня в оборот, они стали приезжать на мою пустую квартиру, которую я уже тоже в последнее время хотел продать, потому что зачем она мне и так далее. И я, когда выходил на балкон или выходил с подъезда, я видел их на лавочке, на лавочке сидящей. Я не пускал их домой, ну, не совсем там хорошими словами с ними разговаривал. И был такой настрой, ну так мягко сказать, я был в бунте. Я не понимал, зачем эти люди здесь. Ну ладно, там мои родные и все остальное, но я не понимал, зачем они там. Сегодня я понимаю, что они сидели там и просто молились. Просто молились, чтобы я выжил, чтобы открыл свое сердце, чтобы Бог все-таки как-то… Я дал Богу возможность помочь себе. И вот эта вот неделя, вот этот вот пик, в один день они приходят ко мне, поднимаются домой, стучатся, заходят. И один из простырей говорит, собирайся поехать с моим отцом, с моей мамой. И я вот в том состоянии, бунта, непонимание там, куда ехать я для этого беру. Я не поеду, мне уже ничего не поможет и так далее. Я верю, Бог взял вот в тот момент мое сердце. Я спокойно, в послушании, не переча вообще, стал собираться. Меня привезли, привезли, вытащили с машины. Июль месяц худой, вот такие вот синяки под глазами. И так я попал в центр, где-то через полгода я узнал, дня три, когда человек начинает восстанавливаться, организм начинает восстанавливаться, в лес бросает все, а сердце не выдерживает. Их приготовили. Их приготовили. Ну, конечно, мать плакала. Отец тоже не понимал. И я верю, что они тоже, у них была и надежда. Но вот эти вот три дня я не умер. Я стал спать, у меня появился аппетит. Я лежал вот в этом вот доме с моими братьями, половина из них были беззубые, половина на полках. Я думал, что это за центр христианства, что это за место, непонятно. Они подходили ко мне, будили меня потихоньку так, не вторгаясь в личное пространство сильно. И так, можно мы за тебя помолимся? Я думал, молитесь, что хотите делать? Я отвернусь и слышу искренние и честные молитвы, которые были, я ощущал их веру. И меня это в первое время так зацепило. Я думал, ну как так? Я просто обличался внутри. Я понимал, что моя жизнь казалась для меня, я был верующим в православии и так далее. И в каких только вещах там тоже не было. Но я понимал, что это что-то другое. Вот это место, именно эти люди, а не вот это что-то, какие-то другие люди. Это какая-то другая, что ли, вера. Это у них какой-то другой Бог. И мне стало интересно, я стал кушать, набирать вес, день за днем я не умер. Стал как-то активнее двигаться, хотя, ну, состояние было просто, я даже ходить не мог, с трудом мог ходить. Вот эта вера зацепила меня. Я остался, остался в центре реабилитации. И я понял еще в центре реабилитации одну такую простую, простую истину. Наверное, каждый человек ее ищет в своей жизни. Что я облел семью и смысл. Я облел надежду. Бог мне это дал. То, что я искал на протяжении 28 лет, в чем я пытался утвердиться, в чем я пытался где-то там достичь каких-то успехов и так далее. Я это все нашел. Не имея после реабилитации ничего материального, так скажем, да. Но имея внутри самое ценное, что дал Бог. Свободу от себя, свободу от наркотиков вообще в один день, от сигарет. Я 28 лет, я с пятого класса курил прям стабильно уже, все, по пачке в день. Меня отец влупил, а мне это ничего не помогало, конечно. Но Бог дал от этого свободу. Вот то, что Он дал от внешнего свободу в одну секунду и внутри, это было просто невероятно. Было так необъяснимо. Я переживала так как-то. Ну вот, когда ты всю жизнь живешь, формируешься в одном, тут раз, несмотря на внешние обстоятельства, у тебя внутри мир, покой, любовь, Бог просто примирил не то, что с родными, с близкими, но и с врагами. В то время помню, как сейчас, эти дни. Вот я помню, я этих братьев помню, я помню моих служителей, кто за меня молился, кто меня будил, можно я за тебя помолюсь. Слава Богу за этих людей, которые рядом, которые в первое время верили, потом они мне эту веру передали. Меня Бог крестил, когда я стал пробовать в тайной комнате, когда я стал, как Он пишет, стал исследовать Его Слово, испытайте меня. И где-то вот было дерзновение, да, испыкаю все-таки, правда, неправда, тут, там, ну. И вот как ребенок пошел в тайной комнате какие-то вещи, брал веру, ему написано, но они верят, ну значит должно быть. И это стало случаться, это просто, это меняло мое сердце, меняло мою жизнь. Да, Бог открывался в разных характерах до сих пор, и это так здорово, просто. Это так драгоценно сегодня вот, то, что вы есть, то, что есть у нас Христос, который нас объединил. Мы все-таки разные, наверное, мы бы никогда в жизни не встретились, но сегодня мы здесь, мы сегодня славимы едиными устами и сухой Христа, который по праву достоин всей славы. И моя душа сегодня спасена, жизнь благословенна, сегодня есть жена, сегодня есть большая семья, друзья, на которых я могу положиться. Не просто товарищи, да, вот те, которые, от слова товарищи, а настоящие друзья. И мой папа, он ваши края все облетел, он работал в гражданской авиации, стержму, начиная с диспетчера, и дошел до организации воздушного движения, ведущий специалист края и страны, летал в Москву. И люди не совсем те, как мне папа сказал, я не совсем тот, кому Бог нужен, я состоятельный, у меня все есть. Это вот тебе, ну слава Богу, он верил, слава Богу, тебе Бог помог, и это здорово. Но мне зачем? И вот, чтобы так коротко, Бог просто, Он просто сокрушал твердыни, Он просто проламывал их. Спустя три года нашими молитвами Бог сокрушил Его твердение. Мой отец, Он такой волевой, Он всю жизнь и меня так воспитывал. Но этот вот волевой мужчина, состоятельный, имеющий влияние в власть, Он стал сокрушаться и плакать. И иногда даже без причины. Я стал видеть, что Дух Святой касается. Я нарадоваться не мог вообще. Прошло чуть-чуть времени, все, прошел уроки водного крещения, мы Его крестили. И это был, это просто день, я его тоже как сейчас помню. Просто самый счастливый день в моей жизни, когда мой отец покаялся и примирился с Богом. И Он вышел из этого озера, Он был как ребенок, тоже счастливый. Гроза светлые, радостные. Слава Богу! Братья и сестры, я просто вдохновляю вас, если вы молитесь и где-то устаете, может быть, не хватает веры или, не знаю, немного лет уже, да. Все равно по-человечески это сложно, когда ты думаешь, что вот сейчас через неделю Бог должен ответить, но это затягивается годами. И ты не видишь перспективы, ты не видишь какого-то движения, не отчаивайтесь. Бог верит. Своему Слову Он верит. Это произойдет. Надо к этому уйти. Надо прилагать усилия. Надо в это верить и стоять в этом твердо. Мой отец сейчас с Господом, он ушел в 2017 году. Но у нас, в нашей семье, мама, у меня тоже членят царь, есть уверенная печать в сердце, что он с Господом на нем с Аллой. И это вот Бог делает все там, вот все вовремя. Пришло время, мы не успели послужить вместе как-то, но пришло время, отец забрал его домой. Поэтому благословляю вас, верьте.